Здравствуйте, уважаемые участники! Сегодня мы с вами будем проходить сессию, которая называется «Путешествие к мечте». Эту сессию организовываем через общественный фонд ТКИМ, и мне вкратце хотелось бы рассказать об этой сессии. То есть что такое мечта и «Путешествие к мечте» и для чего это надо делать. Во-первых, так как это полностью практическое мероприятие будет, то есть вам необходимо для того, чтобы пройти этот курс, это белые листы формата А4, а также цветные карандаши нам понадобятся. Сегодня мне будет помогать Асель для того, чтобы провести это практическое занятие. То есть как только вы пройдете этот курс, мне кажется, вам уже будет достаточно понятно, что и как мы будем в целом это делать. Значит, вообще эта сессия, которая называется «Путешествие к мечте», это является одним из инструментов ГАЛС. ГАЛС — это такая методология, которая была внедрена Линда Мэй. Она как раз-таки разработала данный инструментарий, то есть методологию, и известно в настоящее время, то есть буквально переводится как «Gender Action Learning System». Ну и, соответственно, на русском мы всегда говорим «система изучения гендерно-чувствительных действий». Почему мы делаем акцент на ГАЛС? Вообще, впервые оно было апробировано в 2002 году с Линдой Мэй. В последующем на территории Кыргызстана, не только Кыргызстана, но и в Центральной Азии данная методология была внедрена уже в 2016 году. Как раз-таки в рамках работы ООН женщины, ФАО тоже принимала участие, ВПП тоже принимала участие и Международный фонд сельскохозяйственного развития. И они делали акцент на расширение экономических прав женщин в целом, особенно сельских. В настоящее время эта методология уже очень расширяется на территории не только Кыргызстана, но и других стран. В Казахстане, в Узбекистане и в Таджикистане тоже увлечены этой методологией. Что дает нам эта методология? Дело в том, что она включает в себе основные положения, положения конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин, такие как основные моменты положения, как право на жизнь без насилия, право на равное участие в принятии решений, право на частную собственность, право на труд, право на образование. Это все предусмотрено через инструментарии этих методологий. Сейчас я уже не буду рассказывать, что это такое и из чего оно состоит, а мы с вами просто на практике попробуем сделать один из инструментов методологии ГАЛС, который называется «Мечта и путешествие к мечте». Уважаемые участники, которые просматривают этот видеоурок, можете сделать так, вы можете взять абсолютно вот такой чистый лист бумаги, приготовить разные цветные карандаши, да, вот такие, скажем, зеленый, черный, красный и другие цвета, чтобы обязательно были, да, Василий уже демонстрирует у нас, что у нас есть, что для этого необходимо. Я буду вас инструктировать, что надо будет делать, и параллельно это вы можете увидеть через демонстрацию, я делаю демонстрацию нашего слайда, да. Значит, берем лист бумаги и красным карандашом чертим вот такой большой белый круг. Желательно, нам это надо будет сделать вот таким вот образом, да, да, вот такой вот большой круг рисуем, и уже по краям можно рисовать вот такие лучики. Асель, покажите сразу другим нашим зрителям, да, те, которые будут слушать, спасибо. И у меня сразу первый вопрос. Вообще, как вы думаете, почему мы рисуем солнышко, и при чем тут мечта? По моему мнению, потому что солнце-то высоко, и во многом случае мы ориентируемся вот на солнце или на свете. И когда у нас мечта, мы вот именно движемся к ней. То, что это свет, который излучает наша мечта, мы чувствуем это, мы знаем, и мы знаем, как это нам будет приятно, поэтому мы будем идти за этим светом, светом, который похож на лучи солнца. Спасибо. Отлично. Асель, да, действительно, когда мы мечтаем, мы всегда мечтаем о чем-то светлом, тёплом, и это у нас всегда вызывает вот такие, скажем так, приятные ощущения, да. На самом деле ни один человек не мечтает о чём-то плохом, чтобы это приводило к какой-то деструкции, разрушений, да, в целом. И наша мечта, она действительно должна быть позитивной, яркой, светлой, вот как солнце. И поэтому мы солнышко рисуем уже красным цветом. А сейчас, Асель, мне бы хотелось бы, чтобы вы, прежде чем дальше мы будем делать, и мне бы хотелось бы дать далее такую инструкцию, мы сегодня будем с вами абсолютно только рисовать, мы не будем писать. Это обуславливается тем, что, когда мы рисуем, мы визуализируем все наши желания, светлые мечты и так далее. Это очень важно. И когда мы пишем, мы используем только левое полушарие нашего мозга, которое отвечает за аналитику и в целом, да, вот эти вещи. Но правая часть полушария у нас абсолютно не используется. А для того, чтобы у нас в процессе рисования, чтобы были задействованы оба полушара, нам необходимо рисовать, да, и мы визуализируем, и тем самым мы приступаем к процессу. Сейчас Асель надо будет просто закрыть глаза и буквально помечтать о своем личном будущем. Чего вы хотите достичь, где вы работаете, где вы отдыхаете. Возможно, это будет ваша семейная жизнь. Может быть, это может быть ваша работа. Может быть, это будут какие-то материальные ценности, да. У вас есть свое собственное жилье. Возможно, это машина. Может быть, вы с друзьями где-то отдыхаете. То есть вы не должны себя ограничивать в своих мечтах, да. Вы должны представить это таким образом, чтобы вы могли полностью об этом помечтать. Мы абсолютно себя не ограничиваем. Может быть, это даже будет космос. Почему бы нет? Мы можем мечтать без ограничений. Я вам даю минуту, чтобы вы в спокойствии помечтали. Спасибо. 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 Так, если вы уже помечтали, я думаю, вы можете приступать и рисовать. Когда мы рисуем, мы не рисуем только один рисунок, да. Это может быть несколько... Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть нам важно рисовать все, о чем мы только подумали. То есть это не один-два, а несколько... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аселя, у вас уже готовы, да? Сколько нарисовали вы там у себя? Четыре. Можно еще одну? И все. Давайте, мы подождем, пока вы рисуете. Готово? Ух ты! Ну, рассказывайте, что там у вас? Так, спиртва у нас... Это, я не знаю, похоже или нет, это Микки Маус. Я очень стараю работать с Диснея. Громче, пожалуйста, Асель, вас чуть-чуть плохо слышно. Вот это Микки Маус, вот, и мне очень нравится компания Диснея, и я бы хотела бы там поработать, вот, поэтому я написала, ой, нарисовала Микки Мауса. Потом идет Мета, Мета это Фейсбук, как мы знаем, вот, и я тоже очень хотела бы поработать в этой компании, как аналитик и как программист. После этого тут компьютер, это означает, что я буду учиться на компьютерной науке, то есть программировании, вот, и университет, есть такой Стэнфордский университет, который находится в Калифорнии. Вот, и также биткоины и доллары, я бы тоже, я еще хотела бы поработать над криптовалютами, криптопроектами, я, в данное время у меня нету такого знания, чтобы работать, но мне очень интересно, и, наверное, в будущем я буду заниматься этим тоже. И зеленые, это просто, я люблю деревья, я люблю поля, вот, поэтому просто нарисовала зеленые. Ясно, спасибо большое, Асель, к нам вроде бы присоединилась еще Чинара Джике, да, мы, наверное, в целом расскажем, значит, смотрите, для присоединившихся вновь участников, вкратце рассказываем. На белом листочке, ну, как у нас Асель показала, мы нарисовали солнышко большое, да, то есть и внутри солнца мы немного помечтали и начали уже визуализировать, чего же мы хотим добиться за определенное время. То есть у нас сейчас мы мечтаем без ограничений. Спасибо, Асель, тогда мы тогда берем другой лист бумаги, абсолютно чистый, да, и тем самым, как у меня на слайде, мы… Я просто хочу показать еще участникам то, что наши участники во время проведения этого тренинга, они прям вот так вот рисовали, да, у себя, ну, кто о чем решал, мечтал, да, например, кто-то мечтал увеличить количество пчелоящиков, кто-то хотел импортировать, экспортировать уже пчелопродукции в виде меда, да, кто-то хотел построить новый дом, кто-то хотел пойти там в университеты хорошие, да, и так далее, кто-то хотел свой собственный бизнес в виде рыболовного хозяйства, то есть оно может быть без ограничений. Теперь из тех, то, что вы нарисовали, получается, рисунков, вы выбираете одно, которое будет выполнено в течение, ну, скажем так, 1-3 года, да, то есть за такой промежуток времени. Нам это очень важно. Если мы будем выбирать долгосрочные наши мечты, возможно, мы не сможем их проанализировать объективно. Поэтому нам очень важно, мы выбираем те мечты, которые могут быть реализованы в течение, возможно, 2-3 года, да. Теперь, что мы делаем дальше? Мы берем лист бумаги и на правом верхнем углу рисуем солнышко, как у меня, например, на слайде, да. При этом в противоположном мы рисуем уже в настоящее время, то уже два овала у нас, верхний – это в виде солнышка, нижний – без ничего, просто овал. Продолжение следует. То есть по расположению в альбоме на листе вы делаете именно так, как показано на слайде. Асель, вы для себя уже отобрали одну мечту? Ничего писать не надо. Это я, чтобы вам понятно было, тут нарисовала. На верхнем правом углу, правом углу, правый угол, уг, ага, внутри солнышка мы выбираем себе одну мечту, но только все в виде рисунков делаем. Не надо писать, надо только рисовать. Очень важно визуализировать, чего вы хотите достигнуть или как вы себя представляете в течение двух-трех лет, что у вас может получиться. Асель, что у вас получилось? Вы нарисовали компьютер, что это может означать? Можете сделать немного трактовку? Это означает, что я хочу изучать computer science, компьютерную науку. IT, да, полностью. Это будет универ или вы самостоятельно будете там работать конкретно? Есть? Это будет и универ, и самостоятельная учеба. Отлично, спасибо. То есть в данном случае, наверное, мы больше подразумеваем университет с IT-направлением, да, калифорнийский, насколько я поняла. Чина Раджики, вы с нами рядом? Может, вы тоже будете делиться, что вы нарисовали у себя? Можете включить микрофон? Мы рисуем только одну, которая будет реализована в течение двух-трех лет. Теперь в противоположной стороне, то есть в нижнем углу, где я черным овалом выделила, мы там рисуем настоящее время. Настоящее время из того, что вы мечтаете, что у вас есть или нет, возможно. Надо только рисовать. Что у вас есть или что у вас нет, чтобы достичь вашей мечты. Асель, закончили? Что у вас получилось? Хорошо, еще подождем вас. Ага. Можно погромче, Асель? Вот получилось университет, книга, GS, это JavaScript. Университет это в процессе. Вы сейчас обучаетесь в университете, да? Я подаю. Ага. Но вы, получается, тогда школьница. С школы закончила, вот, в этом году. Ага. JavaScript вы уже умеете, знаете, это программирование, да? Я в данное время, я начинающий, вот, изучала, но прям не профессионал, но начинающий уровень, и книга, то есть это знание, я хотела передать, знание, которое у меня есть, например, английский, который поможет мне намного больше узнать о компьютерных науках. То есть в настоящее время, получается, у вас, вы уже есть определенные знания, в университет вы подаете, тогда университета еще нельзя рисовать. То есть на настоящее время что у вас есть? Вот это надо. А то, что вы будете подавать в университет, это у вас будет возможностями. Поэтому университет вы можете, как бы, резинкой почистить, либо просто вычеркиваем университет, хорошо? Потому что мы должны отталкиваться от того, что есть в настоящее время. Хорошо. Спасибо. Теперь мы эти два диагонала получили, то есть две диагональные овалы должны широкими, не широкими линиями, а просто вот параллельно прокладываем дорогу, чтобы у нас получилась вот такая дорога, дорожка. Можно сделать дорожку пошире, чтобы внутри можно было нарисовать. Внутри тоже очень много чего будет у нас. Ага, все отлично. А теперь слева наверху мы рисуем смайлик, как у меня. Слева, ага, в углу мы рисуем смайлик. И там ставим 10, больше 10 знак, да, ставим. Теперь получается, что мы должны сделать? Мы от настоящего к нашей мечте вдоль дороги, не внутри дороги, а снаружи вдоль дороги, нам надо подумать, какие есть у вас 10 возможностей, чтобы добиться вашей мечты. И вдоль дороги мы рисуем все наши возможности, которые есть в настоящее время. Например, в вашем случае осеве, это чтобы попасть в Калифорнийский университет, какие есть у вас возможности, да? Вы должны полностью, это не менее 10 должно быть. Это очень важно, потому что, когда мы думаем об этом, получается, мы очень тщательно анализируем все свои возможности. Есть возможности рисуем вдоль снаружи. Это могут быть ваши знания, ваши навыки, возможно, у вас какой-то нетворкинг есть, да? Возможно, у вас есть определенные таланты, может быть, у вас есть какие-то сбережения, может, у вас есть желания, может быть, друзья, знакомые. То есть даже элементарно наличие каких-то проектов, наличие, возможно, в вузах есть какие-то курсы, да? То есть то, что вам открывает дорогу. Мы не должны его пускать. Поэтому чем больше мы тщательно думаем, тем больше мы находим этот потенциал и эти возможности. Чем поверхностно мы думаем, тем меньше у нас будет возможностей. Если у вас будет больше 10, получается, вы обязательно попадете. Если будет меньше, то это говорит о том, что человек все-таки особо возможностей и не ищет. Да? Василь, когда дорисуете хотя бы 6, вы можете мне сообщить. Хорошо? Хорошо. А, у вас уже есть, да? Ну, можете, да, рассказывать. Что означают ваши рисунки? Пожалуйста. Звездочка – это желание главное. У меня есть очень хорошее, большое желание. Вот, я думаю, это очень важно. Второе – это английский язык. Как я сказала, я нарисовала флаг Америки, чтобы показать, что это английский язык. И наверху – это университет Аутца. В данное время я учусь в подготовительном курсе, откуда я очень обогащаю свои знания в контексте математики, английского языка и кругозора. И там тоже есть разные проекты. И знания, то, чтобы хард-скиллы, но и в то же время навыки организации, координирования и так далее. И вот эта как бы паутина, я этой… Это ваше связи, да, я так поняла. Этим языком, да, нетворки я хотела показать. И нетворки – это человек, то есть сестра, друзья, вот этот человек показывает. И университет, который даст мне возможность обучиться вот именно в компьютерных науках. И это лого одного проекта, который тоже мне помогает. Именно в профессиональном росте. А там человечек был, это что означало? Это моя сестра и мои друзья, которые помогают мне. Ну, можете тогда несколько человечков, держащихся за руки, да, нарисовать, то, что как бы показать, что у вас есть поддержка и помощь с их стороны в том числе, да. Хорошо. Но сейчас у вас меньше десяти, но в остальное время я вам предлагаю, чтобы все-таки у вас было не менее десяти, да. Это очень важно. Теперь в нижнем правом углу, то есть опять мы рисуем смайлик, но только на этот раз это у нас грустный смайлик. И там мы опять же должны вдоль нарисовать, какие у нас есть препятствия. Десять препятствий. Опять же, это по той же самой схеме у нас должно идти. Если мы десять нарисовали возможностей, теперь мы ищем десять препятствий, которые нам препятствуют при достижении вашей мечты. Нет, Асель, так не полдет. У вас то же самое должно быть. Сколько и возможностей, столько и препятствий. Вы подумайте, может, вы неправильно планируете время, возможно, не уделяете чему-то внимания. Может быть, в материальном плане, может быть, поддержка родителей. У всех по-разному могут быть. Поэтому очень важно детально детализировать и думать, что нам мешает, какие у нас есть препятствия. Нехватка времени. Я не знаю, что еще может быть. Возможно, вы не знаете какие-то методы. Или про университет у вас вся информация имеется. Какие там вступительные, не знаю, требования, критерии какие-то, возможно. Что еще может быть? Сколько у вас сейчас получилось, Асель? Четыре. Ага, видите, а говорили, что у вас только одно препятствие. Можете озвучить? Вот, это деньги, первое. Это не слишком прям очень большое препятствие, но это очень маленькое. Я думаю, что это тоже можно исправить. И второе, это нехватка времени, может быть, или нехватка времени. То есть я думаю, что понадобится намного больше времени. Это, возможно, сна, сон. Потому что даже если мы больше учимся, но мы учимся, например, до трех часов ночи, это иногда, наоборот, не помогает нам учить много, узнавать много, а наоборот, сделать так, чтобы наши дни были непродуктивными. Потому что у нас не было достаточного сна. И последнее, это может быть стресс. Если стресса, возможно, то есть процесс будет немножко медленным. То есть стрессы тоже нам мешают, да? Когда мы сильно озабочены, тревожимся бесконечно, у нас пропадает своя основная цель, и мы просто застреваем на одном положении, да? И, соответственно, это нам не дает вырваться. А то, что вот даже элементарно, что надо выспаться человеку, это тоже очень важно. Потому что пока человек не будет вести здоровый образ жизни, и он не выспится, даже если он прочитает 100 книг в день, да? Даже элементарно, одну книгу в день, оно не освоится, потому что у нас вся информация застревает в краткосрочной памяти, а чтобы оно попало у нас в долгосрочную память, нам необходимо просто навсего что сделать? Выспаться, да? То есть это тоже очень важно. А теперь вы сейчас только три перечислили, Ася. Нам очень важно, чтобы надо было 10. Мы все-таки будем думать, чтобы это должно быть 10, да? Потому что когда мы будем уже дальше планировать наши шаги, мы будем учитывать наши возможности и все препятствия, которые есть у нас. Хорошо? Теперь дальше что мы делаем? Дальше. Первым делом мы нарисовали мечту внутри солнышка. Второе. Мы нарисовали настоящий момент. Что мы имеем в настоящее время, да? То есть это у нас есть или нет? Если есть, то что имеем? Если нет, то тоже вычеркнуто это должно быть у нас. Третьим шагом мы нарисовали, какие есть возможности через смайлик верхний, да? И мы перечитали, что у нас должно быть 10 возможностей. Далее. Там же мы в третьем шаге мы нарисовали наши препятствия, которые мешают нам при достижении нашей мечты. Теперь, чтобы у вас мечта более кристаллизировался или, как скажем, уже имела свои четкие грани, мы будем с вами здесь рядом солнышком нарисуем овал зеленого цвета, да? И там нам нужно нарисовать цель. А какая у вас цель? А почему вы хотите поступить вот в Калифорнийский университет, пойти в направлении осели? Почему? Вы должны поставить себе этот вопрос. Почему вы хотите это сделать? И когда вы отвечаете на этот вопрос, почему, вам надо задуматься и еще по смарту, да, подумать. Это должно быть конкретизировано, конкретизировано. Это должно быть привязано к измеримости, да, то есть когда, зачем, то есть когда это произойдет, через два года, через три года. Надо месяц тоже здесь же дописать, да, если есть. И плюс географическую привязку оно должно иметь. Это будет где? Вы уже определили. Это будет уже штат, штаты, Калифорния, название университета, какой год и так далее, да. Значит, цель и три мини-цели должно быть. Между ними мы делаем как бы пробелы, потому что там мы тоже будем рисовать, да. Очень важно это сделать. Пожалуйста, можете приступать. Асель. Теперь вначале мы для себя определяем цель. Географическую привязку должно иметь к территории конкретной, в пространстве. По времени мы должны для себя определить, когда это должно произойти, мы там четко указываем, да. И другие параметры измеримости, например. Мне будет столько лет, я уже добьюсь вот этого, либо я буду зарабатывать столько. Это действительно очень важно. Можно вопрос? Конечно. То есть, по поводу локации мы для одного кружка пишем, по поводу времени? Нет, нет, это все в одном кружке. То есть мы цель уже конкретизируем, где у нас цель. А то, что 4А, 4Б и 4В, это будут, скажем так, по цели, да. Там уже мы по времени будем четко делить. А в четвертом мы точно указываем, когда это произойдет, где это произойдет, с кем это произойдет, как это произойдет. Вот это мы все в одной картинке должны внутри это нарисовать. Время, локация, измеримость, если есть какие-то параметры. Например, люди мечтают, у меня будет свой собственный бизнес, у меня будет доход на 15 тысяч долларов, на сколько-то тысяч долларов. Либо у меня будет выпущено 5 статей, и я буду известным экспертом, да. То есть вот такие нюансы. Это все пишется у нас внутри четвертой. Не четвертой, а вообще в цели. То есть наша мечта, она уже переходит в цель. Когда мы конкретизируем нашу мечту, она превращается в цель. Что у вас получилось, Василь? Здесь у нас погромче. Здесь у нас, я не знала, как нарисовать Сан-Плицесска, там есть такая кривая дорога, вот я нарисовала. Надеюсь, что у людей поймут. Вот, вот, и... Число? Даты есть? Надо даты обязательно. А можно просто написать или нужно нарисовать? Нет, дату вы можете цифры использовать. Я так поняла, вы хотите уже в этом универе, что, учиться или работать? Учиться. Учиться. Когда вы будете учиться там? В 2022-м, в 2023-м. 22 или 23? Потому что 22-м это настоящее, 23-м это будущее. Вы в сентябре хотите поступить? Да. Да, значит, вы там указываете сентябрь, 2022-й год. Хорошо. Определились, да? Да. Спасибо. Теперь смотрите, чтобы поступить вам в этот... Как университет называется, кстати? Стэнфорд. Калифорния, Стэнфордский университет. Все хорошо. Хорошо. То есть, видите, у вас уже конкретно появляется что? Цель. Да, у вас уже есть конкретная цель. И все остальные последующие шаги будут зависеть от вашей цели. В 4А мы будем рисовать то, что мы сделаем в течение трех месяцев. То, что мы добьемся в течение трех. 4А, это начинается с настоящего времени. Первый шаг, да? Значит, чтобы вам поступить в Стэнфорд, вы должны по критериям уже четко знать, что вы должны к этому времени успеть. Начиная с сегодняшнего дня за три месяца. Все зависит от продолжительности цели. Если это у вас не одногодичный, то, соответственно, там промежутки будут дополнительно дополняться. Например, от настоящего через три месяца, чего вы достигнете? Для поступления в Стэнфорд на бакалавр. Какой уровень английского должно быть там, Василий? Это зависит от баллов Тойфула. 100 и выше будет нормально. Приветствуется 100 и выше, да? У вас сейчас какой уровень? 102. У вас уже есть сертификат, который доказывает, что вы прошли Тойфула? Да, да. А сколько лет прошло этому сертификату? Еще не прошел год, потому что в ноябре я сдавала. А, в ноябре вы сдавали. Отлично, хорошо. Значит, тогда при этом мы еще в Стэнфордском, тем более у вас по IT-направлению, здесь надо думать еще по IT. Какие требования? У них же SAT, наверное, будет, да, Тернея? Да. А по SAT у них какой проходной? Там нет проходного, но чем лучше, тем хорошо. Ну, там же тоже есть какие-то градации? Да, если будет больше 1400, то будет намного больше шансов. Ну, видите, есть там конкретно проходные, получается, да? За три месяца чего вы добьетесь? За шесть месяцев чего вы добьетесь? И за девять месяцев чего вы добьетесь? Вы должны для себя вот такие мини-цели определить. Чтобы этот рисунок говорил, я буду не вот это делать, а я вот это сделала, должно быть, да, рисунки у нас, картинки наши. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это птичка, это отправка. А какого числа вы собираетесь отправлять эссе и эти ваши заявки? 15 января. Тоже написать, да? Смотрите, Асель, вот смотрите, у вас немного там разнобой пошел. Во-первых, вот этот SAT и по математике, и по SAT, это у вас через 3 месяца уже результаты будут, я так поняла? Да, то есть я имела в виду, в течение 3 месяцев я буду готовиться, чтобы был такой результат. Не именно в официальных тестах, а в этих практических. В официальных тестах это когда будет? Через сколько время? Через 6 месяцев. Тогда это у вас должно быть на втором кружочке внутри, потому что нам очень важно. То есть мы не говорим, что мы будем готовиться, мы говорим, я получу по SAT 1450 и выше, у меня по математике будет 800 баллов и выше. То есть у вас вот так должна стоять цель. И дальше, например, когда вам нужно отправить заявку, то есть моя заявка принята, выслана, то есть дальше я готовлюсь к интервью, там же интервью, там же интервью не будет, нет? Будет. Будет. Значит, во втором вы должны нарисовать. Я успешно прошла интервью, да? И какого числа приблизительно, какого месяца это все происходит. А до этого, получается, вам надо именно вот это все исправить. А между этими пробелами, а чтобы у вас было 1400 по SAT 1450, просто нарисовать это ничего. Что мы должны сделать? Конкретные шаги мы уже между пробелами рисуем. Значит, в день, каждый день я готовлюсь по математике. Я заканчиваю такую-то главу. Я успешно прохожу вот этот тест. Дополнительно готовлюсь с репетитором, да? То есть вы должны все свои шаги между овалами уже нарисовать. Хорошо? Хорошо. То есть вот здесь в течение трех месяцев, здесь в течение шести-девяти месяцев, здесь в течение одного года, если у вас долгосрочная цель. Если там за один год, то, естественно, три, шесть, девять, а это уже 12 будет выполнено. Если здесь цель у нас немного долгосрочная, то, соответственно, три, шесть, девять, здесь, возможно, год. Чуть-чуть вот так вот надо сделать будет. У меня на практике это получилось. У меня вот, например, второй шаг был получение адвокатской лицензии, которая тоже решила мою судьбу, да, скажем так. Хотя я очень долго не занималась юридической практикой. Мне это все помогло. Спасибо. Когда будете готовы, дайте знать. Спасибо. Нарисовала. Тут у нас для первого математика четыре страницы в день. Есть такая книга Максимилиан, где именно готовится математика с ЭТИ. И этот флаг Америки, то есть я буду еще партнер изучать английский. Второе у нас восемь практик, практик тестов ЭСАЭТИ. Это есть в сайте Ханакадеми. Тут нарисовала знак Ханакадеми, если это заметно. И потом уже пять раз в неделю написание ЭСАЭТИ. Я тут нарисовала срок, потому что написание ЭСАЭТИ очень важно тоже вдохновение и спокойствие. И это тоже часть. Что вы там нарисовали еще раз, Асель? Цветок. А, гармонию, да? То есть, ага. Да. И два раза в неделю, это значит, а это заполнение Common App, это предложение, через которое подается в Америку, то есть университеты в Америке. Теперь вы там везде должны по срокам тоже уложиться, да? То есть из того, что вы нарисовали, мы берем зеленый карандаш и отмечаем, что конкретно в первую очередь я должна сделать. Это особенно касается внутри нашей дорожки, то, что у нас есть. Что я должна сделать в первую очередь? Как только эта поставленная задача будет выполнена, снаружи мы вместо галочки просто обводим красным кружочком. Это означает, что у нас этот шаг уже выполнен или как помидор созрел, да? Вы для себя определяете пять шагов, их обводите зеленым. Как только эти шаги уже будут у вас выполнены, возможно, это будут систематические какие-то шаги, да, которые постоянно должны делаться, а возможно, это будет какой-то одноразовый шаг, например, приобрести какой-то сертификат. Все, приобрела сертификат, да? А если, например, ходить в бассейн, то это уже будет не так один раз ходила, а в течение такого-то периода буду ходить, да? Не забываем то, что мы обводим зеленым, то, что у нас должно быть прям с сегодняшнего дня начну это делать. Очень важный такой подход. Сделала. Покажете. Что вы будете в первую очередь делать? В первую очередь это книгу, то есть это есть в библиотеке Байлинова, вот, достать книгу по подготовке по сети Майс Максимия. Ага. Я вот сделала по шагам, это правильно? То есть это первая вот так? Или неправильно? Нет, мы не, то есть мы одно действие обводим кружочком. Хорошо? Одно действие только обводим кружочком. Итак, таких действий у нас должно быть пять. Шаг не этот 4А, 4Б, 4В, а именно вот какой-то действий. Вы же говорите, я, например, в неделю пять раз я буду делать вот это. И вы обводите то есть это у вас входят в ваши планы. Да. Тогда вот у нас второе, ой, следующее это бег, физическая нагрузка, тоже важно при подготовке к тестам. Это тоже как бы постоянное, поэтому на тему нужно с этого времени наработать. И вот этот практист тест и написание и написание эссе, то есть работать на эссе пять раз в неделю, вот, это тоже занимает очень много времени. А по времени вы график сделаете, да, для себя это тоже посмотрели? Да. Планирование времени, это все должно быть там сидеть, да. Спасибо большое, Василь, надеюсь, вам было понятно, да, то есть, а теперь это надо прикрепить куда-нибудь на холодильник прикрепить, то есть у нас прям на дверце холодильника это можно будет прикрепить или чтобы у вас оно постоянно было как вот так вот на виду, чтобы вы всегда это видели и не оставляли в покое, постоянно над этим работали. Я просто хочу вам продемонстрировать, как это сделали наши другие участники, которые тоже принимали участие во время вот таких вот тренингов. Например, путешествие к мечте, да, сейчас я это видео выключу, например, у нас были участники и которые сделали вот такое, ну, качество рисования не важно, это не важно для нас, важно, чтобы вы смысл, весь посыл понимали сами внутри, да, например, самый идеальный рисунок, это более-менее четче, это первый рисунок, мы видим, когда мы попросили молодую семью, о чем они мечтают, они нарисовали внутри солнышка, это такой маленький супермаркет в их селе, да, а в настоящее время у них есть этот комок, когда мы попросили их нарисовать 10 возможностей, которые у них есть, они нарисовали вот этот круг со стрелками означает, у нас есть свой собственный товарооборот, то есть этот подрабатывает там мастерской, да, то, что у них есть хозяйство, это настоящее, кажется, мы вас потеряли, меня слышно? Меня слышно, да? Теперь слышно, да, но буквально минуту, а секунду назад мне было слышно. Я слышно? Да, теперь слышно. Да, я вас слышу. Слышно, да? А теперь вот демонстрацию, это у меня интернет неустойчивый. То есть мы здесь видим, да, например, бит надо осеть полностью. Нет. Нет. До сих пор не видно. Так, я, наверное, попробую демонстрацию сделать. Надеюсь, сейчас видно, да, уже? Да, видно. Смотрите, вот, чтобы построить свой собственный супермаркет, молодая семья из, у них просто маленький комочек, да, то есть комочек, имеется в виду комок, магазин такой небольшой и какие возможности они нарисовали. Это у них собственный товарооборот, это то, что он занимается в мастерской, там, чинит кое-что. Дополнительно у них есть свое хозяйство в плане крес, да, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, да. Дальше они с семьей играют, они с семьей играют, не играют, обычно у нас есть такое понятие, как черная касса, и то есть у родственников без получения кредита можно накопить средства. Кроме того, у них есть свой участок, где они там выращивают картофель, два гектара, да, жена поддерживает мужа, муж поддерживает жену, да, то есть у них есть трактор, у них есть машина, машина, и он таксует, трактором он во время сезона подрабатывает, и у них есть участок, где они хотят построить этот магазин. Теперь, из трудностей, что они нарисовали, во-первых, это отдаленный район, там очень холодно, зима бывает дольше, чем когда-либо, на 5-6 месяцев, да, потом проблемы с электричеством они указали, отсутствие грузового транспорта, да, и вот нехватка времени, нехватка денег, ну, если здесь деньги были, но здесь, видимо, не так уж мало, и плюс указали красным крестом, это вот то, что проблемы связаны с здоровьем, у них в семье есть пожилой отец, он уже и временами в постели, временами самостоятельно не всегда ходит, поэтому они это указали как в качестве препятствий. Теперь, когда мы задали вопрос, для чего вам этот магазин, они отметили, они хотят купить квартиру в городе за 40 тысяч долларов в феврале 2022 года, да, то есть со всеми условиями и так далее. Дальше, что он решил для себя сделать? В первую очередь, он хотел сделать так называемый финансовый анализ, сколько денег понадобится для того, чтобы построить этот магазин с большим ассортиментом. Затем, следующий этап, он от друзей в интернете и по разным источникам строит проект, узнает и даже, скажем так, чертеж своего будущего магазина тоже сделал. Летом он уже занимается, ранним летом уже он будет что делать, построит фундамент и так далее. Дальше уже он построит стену, а дальше он уже покроет кровлей, закроет крышу, то есть вот таким вот образом. Теперь, для того, чтобы это всего достичь, что он будет делать? Он будет копить деньги, он будет изучать в интернете поиском информации, он будет уточнять у друзей, он будет ездить в город, узнавать расценки стройматериалов и так далее. То есть это тоже очень важно. А летом, чтобы построить ему фундамент, видите, там у него уже деньги готовы и так далее, там уже строительные материалы привозятся, доставляются и так далее. И постепенно, самое главное, чтобы купить квартиру, он уже в конце рисует, будет изучать город, заранее будет искать, где какие опции есть и так далее. И тем самым, в конце концов, он и магазин построил и как бы на основе этих денег затем он хочет что себе иметь недвижимость в конце. То есть, тем самым, этот инструмент завершается и самое главное, постоянно мы зелеными кружочками отмечаем то, что мы планируем или то, что это в процессе. Как только этот шаг будет выполнен, имеется в виду действие, мы обводим красным и дальше для себя отмечаем еще дополнительных пять кружочков. Фотографии могут рядом меняться, не меняться, но в целом наши основные шаги, они так и остаются. То есть, вот что я хотела сказать. В принципе, тем самым я завершаю наш инструмент, который называется путешествие к мечте. Василь, вам вообще понравился этот инструмент или что вы думаете в целом? Можно это сделать? А, кстати, я, кажется, еще забыла показать вам, чего достиг наш участник из далекого Чумалая. Можно посмотреть. Это была самая обычная семья, и эта семья, он был пчеловодом, он был членом кооператива Чумалай Балы, Джамал Дин. Когда он впервые принял участие на нашем тренинге, он так себе это сделал, но придя домой, он вместе со своими членами семьи, с женой, с детьми, они включили все свои мечты в одном вот таком большом наватмане, они нарисовали свою мечту. А так как была там не одна мечта, очень-очень-очень много, мы уже видим. И когда мы предложили уже путешествие к мечте, из этих всех они выбрали новый дом, построить новый дом. И буквально во время карантина, когда люди не знали, что делать, они начали просто разрушать свой старый дом. А в 21-м году, когда я приехала, стоял вот этот дом в январе месяце, видите, буквально за год, за полтора человек получается добился. И плюс мечты его жены тоже были включены. Они хотели, чтобы внутри была холодная вода, горячая вода со всеми условиями, потому что в предыдущем старом доме элементарно даже не было питьевой воды, и они все воду таскали ведрами. Вот что бывает, то есть это к тому, что на самом деле это все выполнимо, если человек будет верить этому всему. И не просто верить, но и что делать? Действовать. Вот таким образом у меня все. Если есть комментарии, вы можете оставить вам понравилось и как вы дальше будете, верите ли вы, что у вас это получится, можете поделиться. Во-первых, спасибо большое за такую сессию, было очень интересно, я думаю, что это очень классная методика именно в контексте того, достижения целей, и целей, например, я думаю, что это очень полезно для подростков именно в регионах, потому что там не слишком трудно обучаться, как стратегически ставить свои цели, о чем думать. Многие просто мечтают, но не думают о маленьких шажочках, которых нужно сделать, чтобы достичь этих целей. Я думаю, что если они тоже бы много занимались и узнали бы вот эту методику, они смогли бы более четко видеть их цели и двигаться к ним. И также мне очень понравилось то, что тут учитывается и время, и ресурсы, и возможности, и даже препятствия, потому что это помогает человеку не выгорать во время достижения целей, и очень прямо идти к своим мечтаниям. И также я думаю, что это очень полезно для родителей, потому что они, конечно, будут поддерживать, когда они узнают препятствия, какие могут быть у своего ребенка и вообще в семье, они будут помогать, они будут стараться понимать друг друга и делать правильные шаги, правильные действия, чтобы в один день их мечта реализовалась. Спасибо большое, мне очень понравилось, и понравилось то, что это рисунками, это намного увлекательнее, чем писать, потому что и в школе, и везде, и даже в университете мы очень много пишем, а когда рисуем, более такая фантазия становится расширеннее, чем когда мы просто пишем. Спасибо большое, Асель, я рада, и я надеюсь, что вы тоже достигнете обязательно своих поставленных целей. Уважаемые родители, уважаемые вообще зрители, кто это будет смотреть, пожалуйста, пользуйтесь, и действительно вы увидите изменения в вашей жизни и в жизни ваших близких. Всем большое спасибо за просмотр, всего доброго, до свидания. До свидания.